В партии начинаем пятый поединок, счет два с половиной на полтора очка в пользу на Камуры. Ну опять в этот же дебют. Нет, здесь слон на А6 пошел. А, конь БД2, да, то же самое. То же самое, да. Да. Ну все то же самое, то есть, наверное, будет что-то очень похожее. Вообще в прошлом матче мы видели, как Ронян с Грещуком принципиально отставили одни и те же позиции. Ну, собственно, технологии понятны. Готовим один дебют, готовим всерьез для блиц-матча. Ну и по ходу блиц-матча уже какие-то микро-новинки пытаются люди сообразить и как-то учесть опыт предыдущих партий. Вот конь А6. Поменялась, поменялась стратегия. Ферзь С8 было сыграно в предыдущей партии, где случился этот вариант. И белые там играли конь Б3, угрожали идти на А5. Ну, в общем, все это началось. Конечно, ферзь С8 ход типичный, уйти подальше от этой ладьи Д1. Но вот решил в этой ситуации Харри все-таки сначала начать с конь А6. Вообще конь А6 такой ход, да? Ведь он возродил все это дело. Вот с висячими пешками. Б3. Ну, конь при случае на Е6 может перейти через С7. При случае на Б4 может выпрыгнуть. Ну, вообще при коне на Д2 какого-то серьезного давления на центр у белых обычно не бывает. При коне на С3 бывают такие штуки. Ферзь стал на Б6. Ну что, достаточно культурно расставляется черный. Я не вижу какого-то серьезного воздействия на черный центр. Ладья Е8. Е3. Ну, вообще на Камора здесь действует не конкретно, а скорее схематично. Расставляет фигуры культурно. Ладья АС1. Может, ферзь перейти куда-то на А1. Ну, да, так и будет опять. Опять ферзь он будет стоять как своном. Да, да, да. Единственная проблема хода ферзь Б6 в том, что хочется Д4, так, по-карповски, да, прорыв. Но вот всегда конь С4 это с темпом. То есть, может быть, ферзь это должен на Е6 уйти в какой-то момент. Но, с другой стороны, ферзь на Е6 это дело довольно привычное для специалистов этой системы. Потому что они бывают С8 на Е6 приходят. Так, каждая страна делает максимально полезные ходы. Но вот сейчас надо будет что-то придумывать. О, играл ли я с Цышковским? Да, наверное, раз в 8 играл я с Виталием. Замечательный человек был, шахматист. Я очень сильный шахматист. Очень многому у него научился. Ну, в смысле, кто-то другой, наверное, научился и больше, скажем, крамник. Но я уж чему смог, тому и научился. Это не его вина. Так, конь переходит на Ф4, похоже. Да, конь Д3, конь Ф4. Такая перестроечка. Ну, неплохая такая. Ну, вот не хватает коня на Ц3, чтобы по-настоящему на Д5-то надавить. Ну, вот когда конь на Ф4 встанет, второй конь найдет себе какое-то другое место. Уже с пунктом Д5 могут быть некоторые проблемы. Ну, с практической точки зрения, могу сказать, немножко проще белыми играть эти позиции. Просто нападаешь, а черным надо как-то все держать. Активного плана пока нет. И вот Ферст на 1 встал, как и было предсказано. На Ф6 уже взятие при случае может последовать. Может последовать вполне, да. Все-таки это разрушает. Мне не нравится вот последние несколько ходов Харе Кришны. Ух ты. Ну, он пошел теперь. Но он решил правильно, надо оправдать. Единственный шанс оправдать все это дело, это ну вот что-то такое там. Ну, во-первых, Слон берет на Ж7, тогда может быть, может какой-то Ф6 есть. Ф6, да. Там, конечно, всегда есть аж три. Ну, вот типичный Накамура. Он в тактику вот в особенную не лезет. Ему надо, чтобы партии были подлиннее. Он решает исход борьбы в какой-то короткой тактике, которую начинает он, а не противник. А так всегда будет сделан самый надежный ход. Ну, сейчас Ф6, что ли, придется делать? Потому что на слон Ф8-то конь Ф4 уже на Д5 съедаем. Да. Уже это невозможно. Пешка Ж7 по-прежнему проблема. Нет, ну, может быть, можно Ферзя просто отвезти. И, ну, правда, я не знаю, если белые, белые, конечно, могут пойти аж три. Ну, вообще пошел ладьется Семь. Ну, вот все тоже те же самые идеи. Ну, вот так, а Хикарушка наш, значит, решил коня прогнать. Ну, на Ф6 пойдешь, там побьют. После чего у белых все-таки будет хорошая зацепка на королевском фланге. А на Е5 идти, ну что, массированные какие-то размены. И как бы там вообще беды какой-то не случилось. Вообще белым-то эти размены хороши. На Ф6 надо идти, да. Да, вот после размены на Ф6 там есть и другие обстоятельства. Конь на Ф1 по-прежнему вне игры остается. Может быть, черный успеет по центру каким-то образом продавить ситуацию. Кстати, после хода ладьется Семь, слон на Б7 уже защищен. Так что за центральными пешками черных нужен глаз да глаз. Я думаю, что кони в четыре надо ходить и выигрывать поле с Ж3 для этого коня. Вот, и потом с Ж3 этот конь при свучии куда-то на Аш5 может идти. Ход кони в четыре наиболее практичный. Но, правда, я не уверен. Вот на коморье он не сделает. Ферз Б2, да. Ну, вот Ферзя подтягивает к королевскому флангу. Тоже прав. Решил, что Ферз это больше, чем слон. Должен еще и другие качества проявлять. Ферз Е2, Ферз Х5, да? Как-то так. Не получилось вообще партия здесь у Хари Кришны, да? Ну, правда, она еще продолжается. Ну, она продолжается, но в общем и целом, как-то мне кажется, все-таки. А вот ладья С8 хочет пешку провести до поля С2 где-то. Вот такая вот идея. Тоже возможно. Ну, там у белых этот хитрый Ферз на Б2. Теперь слон на Б7 опять будет провисать. А может быть, слон Е5 сейчас просто сыграет Хари Кришна? Вот я думаю... Вполне. Правда, Ферз Е2 не обязательно брать на Е5, выправлять структуру. Ферз Е2, Ферз Х5 все равно можно туда внестись. Мне немножко странно, что вот Накамура отказался от хода Кони Ф4. Мне казалось логичным. Итак, С4 сыгранно, да. А теперь этой пешкой возьмет. Ага, вот в чем дело. Е, Ферз Б6. Ну, не знаю, все-таки у черных одна лишняя пешка в центре. Вопрос в том, насколько ее удастся задвинуть. Да, позиция стала очень сложной. У черных, между прочим, есть идея какая-то коня на Д3 привести. А там все-таки это мат или нет? Ферз Ж4, Шах. Или просто вечное нападение? Ферз Ж4, Ферз Ф5. Может быть, вечное нападение, да. Но вот он Ц3 решил. Вот я не знаю. Это... Сейчас вот... А если конь будет на Ф5, придет, и Ферзь на Ж4, тогда это будет не вечное нападение. А просто мат. Просто мат. А как от этого вообще защищаться? Что же делать? Да, непросто. Непросто. Если начать с короля Ж7, ну, опять-таки, под Ферзь Д3 попадает. Я думаю, что пора подставить эту пешку, пойти Ф5. Пускай он берет. Ну, он может на Д5 взять. Но если он возьмет просто на Ф5, хотя бы Ферзя на Ф6 может поставить. Да. Это от мата защитит. Очень простая стратегия у Накамори. Испортил пешки королевского фланга и продвигает туда Ферзя и коня. Самую боевую конструкцию в истории шахмат. А в то время, как вся армия черных находится на Ферзьем фланге. Все признаки грядущего мата налицо. Да. Ну, вот как-то... Даже не знаю. Что-то пока Накамори как-то... Не то, чтобы он очень крупно выигрывает. Но даже если он выиграет эту партию, ну, хорошо, поведет 2 очка. Но, в принципе, вроде бы как он направляет как-то... Как-то курс борьбы к своей выгоде вообще. Не знаю. Как-то вроде бы вот... Вроде не получается пока у Харе Кришны... Просто сдаваться надо. Вот, честно говоря, такая позиция, что... Кроме как сдачи, я даже не вижу... Вот нашел один ход. Но я не знаю, насколько это поможет. Все равно же можно кони в 5. Но, правда, там неизвестно. Там король может убежать от мата, а пешка цета пройдет ферзей. Хороший ход нашел. Он молодец. А может быть, ладья Е на Д1 просто уйти и сейчас к пешке Д5 привязаться. И потом конь на Ф5 идет. По-моему, в 2 хода решается позиция. Нет, ну, он выигрывает в 2 хода 2 пешки. Ну, то есть, черные всегда могут пойти и Ф5. И никакого мата не будет. Ну, да. Ну, просто останешься без 2 или без 3, да? Это да. 2 или 3. Ну, скажем так. Проблема в том, что он 2 минуты отстает по времени. Дело совсем хуже. Да, конечно. Не знаю, эта партия как-то не так хорошо получилась. Вот предыдущая, когда он играл эту систему с висящими пешками, по-моему, получилась намного лучше. Видимо, придется менять дебютный вариант. Я боюсь, что да. Для Пентали, да. Я боюсь, что да. Здесь уже что-то надо делать другое. Ну, вот нам пишут еще, что слом бьет Д5. Это победа. Ну, какая-то тактическая победа. Ну, кстати, слом бьет Д5. Действительно, может быть, там побеждает. Там конь через Д5, потом все ест. Но ладья ЕД1, мне кажется, более такой человеческий простой. Наверное, да. Потому что опасно все-таки допускать. Это взятие на Е1. Король Аш2. Кстати, тоже нормальное решение. Потому что конь идет на Ф5. И потом просто черные успевают мат получить до всех этих вопросов. Да, король Аш2 тоже нормальный ход. Ну, хорошо. А если слона отвести на С8, прикрыть поле Ф5, тогда уже на Д5 точно потеряется. Тогда конь Д5, да, и все теряется. И что-то все. Ну, может быть, не... Ну, все, да, потеряется. Слон С8, конь Д5, взял на Е1. Ну, взял на Е1. И ладья бьет Е1. Если белые берут ладью, может, я от С2 как-то успею. А, ну, разве что такие вот штучки. Ну, а что же делать-то? Сдаваться-то неохота. Ну, наверное, белые могут... А вот Д4 ход, а как же это? А что же на Коне в 5-то заготовлено? Коне в 5, да. Ферзя, что ли, за коня отдавать? И потом, да, Лабурдона, да, как сейчас пройдет. Ну, вряд ли. Ну, может быть. Интересно. Да, да. Ну, непонятно пока. Коне в 5 угрожает матного хода на Ферзе 4, Ферзе 7. Поэтому тут выбора-то особенного нет. Ну, ладно. Я думаю, что это ход уже был от безысходности. 7 секунд у человека остается. Когда 7 секунд остается, мы... Да, тут уже... Критика как-то такая неуместна. Разбирать все решения, делать далеко идущие выводы. Конечно. Ну, что, побеждает Хикару, да, вот сейчас, видимо, так недоуменно смотрит на доску и отрывается перевесом 2 очка, 3,5 на 1,5. Я уже рискую назвать этот счет, потому что, конечно, да, кони в 5 и сдались. Так, осталось у нас вроде бы...